Мур, привет друг, это Зверько. И в эфире выпуск самых свежих новостей. А в частности патч 1.5.66, в котором реворкнут Карину под лозунгом «Перекуй свою легенду». Очень точное название, должен сказать, «Перекуй». Итак, изменения героев. В фанне первый навык. Увеличили базовый урон. Было 260, 460, будет 300, 500. Неожиданный ап после нерфа энергии. Линк. Пассивка. Подняли реген энергии, стоя на стене. С 5 до 6. Ульта. Уменьшили перезарядку. Было 52,46 секунд, будет 48,44 секунды. Мне кажется, баф этих героев напрямую связан с подготовкой к выходу Фовиуса. Обзор навыков персонажа можешь найти на моем канале или ссылкой в описании. Собственно, изменения самого Фовиуса. Пассивка. Уменьшили радиус обнаружения прыжка противника с 10 до 8. Первый навык. На 100 единиц подняли базовый урон. На 10% уменьшили штраф попаданий по одной и той же цели. На 10% вырос и магический бонус к получаемому счету. Новое свойство. Ужас, распространяемый ударом, передается другим целям. Второй навык. Уменьшили расстояние заклинания и увеличили скорость анимации. Ульта. Также уменьшили радиус активации. За счет своей подвижности и урона, Фовиус будет очень грозным противником. А теперь немного о спонсоре этого видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard. Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео. Внимательно вводишь свой игровой ID и сервер. Выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кстати, ребята организовали группу в ВК, где можно задать свои вопросы и, возможно, там будут розыгрыши. А теперь возвращаемся к ролику. Глу. Добавили голос. Даже несколько голосов. По-моему, звучит классно. Это нас! Мы Глу! Мы аненитма! И мы делаем хорошие работы! Добавьте вместе! Сэр, да, сэр! Есть много нас! Сэр, да, сэр! Гру. Эд! Высонはいвlast. Jeff! Выходы в achter, хотели... Есть много насрых seller. Не верли! Я пару дней! Не верли! Ага! Пассивка. Увеличили количество стаков до 5. Уменьшили влияние стаков на урон и скорость бега. Ульта. Уменьшили интервал урона в рассыпчатом состоянии. Было 0,6 секунды, будет 0,4 секунды. Увеличили наносимый урон от 100 до 120. Аргус. Некоторые подписчики не поняли причину моего возмущения, когда я показывал, что у Аргуса за счет новой пассивки и изменений упал урон в минуту. А это важный показатель для ближника-автоатакера. Разработчики, в свою очередь, после выпуска реворка апнули Аргуса на основном сервере и вновь собираются апать. Пассивка. Урон от тройной атаки увеличен с 260%. До 300% ровно. Второй навык. Увеличили физический бонус от кровотечения на 6%. Циклоп. Второй навык. Уменьшили перезарядку, но уменьшили базовый урон на 10 единиц. Мартис. Первый навык. Уменьшили перезарядку на 1 секунду. Второй навык. Уменьшили перезарядку на 2 секунды. Штраф при уроне по миньонам будет уменьшаться с уровнем. Эти изменения поднимут популярность Мартиса, потому что Мартис довольно хороший боец с массой контроля. Теперь про другие изменения. В ранге. При игре в группе 5 игроков будет разрешено неравенство в 2 ранга. То есть, например, есть эпики и мифики в одной паке. Равнять команду к противнику будут по высшему рангу. В данном примере к мификам. Лично я считаю, это приведет к легкому лоу ранговому паровозу и увеличению низкоскилловых мификов. Вновь будет открыт ивент к вечеринке 515 с множеством призов, в котором будет новый эффект возвращения. Толкающий кот. Пока что эффект не введен. А теперь переходим к Карине. Давай посмотрим, как ее перековали. Анимация Карины, конечно, лютая дичь. Мне серпом по сердцу вращение, поскольку я выступаю с демонстрацией трюков и фланкировки с оружием. Кстати, в июне, возможно, будем опять выступать впервые после выхода ковида-19 в наш мир. Синдром зловещей долины у меня вызывает, когда клинки вращаются в стойке на руках. Это как? Что принимают аниматоры? Но, видимо, просто не разделили стоячее вращение и вращение на бегу. Ну ладно, итак, навыки. Пассивка. Изменили маркер комбо-атак. Теперь он почти закрывает противника. Видно его относительно лучше, но скрывает анимацию врага. Первый навык. По-прежнему блокирует автоатаки, но не ближнего боя. Забавно, что стоя используется анимация движения фаерщиков. Двойная восьмерка. Кстати, пассивка срабатывает на возвращающемся уроне. Соответственно, только по стрелкам. Длительность навыка немного увеличили. С трех секунд до трех с половиной секунд. Также сильно увеличили скорость передвижения на шестом уровне навыка. Убрали уменьшение перезарядки от убийств или асиста. Теперь срабатывание комбо-пассивки сокращает перезарядку на одну секунду. Убрали фишку оригинального сервера на уменьшение урона от башни. Теперь под первым навыком Карина получает весь урон от башни. Добавили небольшой прыжок к цели, когда активен первый навык. При применении автоатаки. Таким образом можно будет перескакивать стены. Второй навык. Остался неизменным, только добавили сокращение перезарядки от срабатывания пассивки, как и с первым навыком. Ульта. Теперь. От применения навыка за целью появляется тень Карины. А при повторном нажатии Карина прыгает к тени, нанося урон второй раз. Если траектория пересекает противников. Цель ульты отмечается кинжалом над головой. Если цель ульты погибнет, это перезарядит ульту. Держится метка 5 секунд. Если метка с цели пропала, то ульта не получит моментальную перезарядку. Небольшая сложность. Тень не следует за целью, подобно тени Хайбусы. Но с другой стороны, это дает вариативность перемещения. По изменениям, становится понятно, что Карина будет этаким убийцей стрелков. С вариативным перемещением в задние ряды наступающего противника. Если ее, конечно, не убьют по дороге. А на этом почти все. Недавно я выложил на мой второй канал перевод интересного интервью у снайпера. Видео достаточно тяжелое, поэтому если ты не способен сопереживать, то не рекомендую смотреть. Остальным же может быть интересно. Про Беатрис я помню. Я провел много скучных тестов на выявление самого высокого урона. Скоро гайд будет готов. А пока напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого патча и Карины. А изменения на основном сервере будут, скорее всего, в середине апреля. Удачных боев, друг, и легкого аппаранга! Субтитры сделал DimaTorzok